Всем по привету из студии Укралов ТВ, Николай Спиридонов, политолог, политический эксперт у нас в гостях. Здравствуйте, Николай. Добрый день, Андрей. Замечательно, ближе к вечеру, самые главные, свежие, не то что новости, а свежайшая аналитика и экспертная оценка от Николая Спиридонова. Да, по моей вине, ближе к вечеру, потому что нужно было следить за тем, чтобы Верховную Раду не взорвали. Госпереворот, военный переворот, сообщение, что это просто круто, что можно в таком мечтать. Но мы об этом не мечтаем, мы к этому призываем, мы не можем понять, как вот сняли эту депутатскую неприкосновенность в Акульне, которая, ну это же мертвая душа, почти по Гоголю, по великому украинскому писателю, да, Николай? Чуть подробнее об этом прокомментируйте. Что за человек и за что вы его так через три года наказали? Ну, бывший глава НАК «Нефтегаз» еще при злочении влади. Если кто-нибудь помнит, вот сейчас у нас есть такие замечательные реформаторы, а при предыдущей бандитской власти тоже была группа людей, которых называли молодыми реформаторами. Это были, соответственно, Клименко, потом Арбузов, Вилкул тоже был молодой реформатор. Ну, в общем, была... То есть у всех вы их помните? Все, может какая-то переписка есть, нет, Николай? Не пишите? Нет, я просто помню, что были молодые реформаторами, которыми на самом деле во многом руководил все-таки Александр Янукович, как считалось. Все-таки Саша-стоматолог, так его называют в народе. И, соответственно, вот с семьей был поставлен господин Бакулин на «Нефтегаз». У него еще было два колоритных зама, два брата Кацабы, вот, тоже вместе они под руководством предыдущей злочинной влады занимались газом. Ну, не путать с Кацабой, с нашим Кацабой, который журналист, который пострадал, да? Нет, наш он Кацаба, эти, по-моему, Коцабы. Или там одна буква между ними все-таки есть. Ну, ладно. Ну, что интересно, все-таки еще при предыдущей власти решили на Евгения Бакулина этих собак повесить. И, соответственно, на него Генеральная прокуратура завела дело еще в 2013-м при таком замечательном Генеральном прокуроре Пшонке. Еще когда-то кричали «Пшонку на тушонку». Ну, в общем, еще при Пшонке завели на него уголовное дело. Ну, тем не менее, он стал депутатом в 2014-м году. Практически сразу после этого уехал в Россию и, в общем-то, обязанности депутата не выполнял. Было известно, что с него, неприкосновенно с ним он достаточно уверенно. Потому что все равно терять ему особо нечего. Он в России, вот, сняли. И сейчас, наверное, опять-таки против него будет заочный суд. Примерно как с Януковичем. Будут его судить как-нибудь по скайпу. И, соответственно, заочно приговорят, может быть, даже к расстрелу. За что он, в общем-то, должен сесть, Николай? В чем он провинился? Что он такого наделал уже? На бедокурил, что аж три года не будет. Ну, вы знаете, если заниматься газом, то за что посадить найдется. Предполагается, что там были крупные хищения. Там какая-то цифра называется, в прессе фигурирует 300 миллионов долларов. Но подтвердителя опровергнуть мне довольно трудно. Это же нужно видеть материалы дела. Ну, если в двух словах, то можно сказать, что подозревается во многомиллионных хищениях государственного бюджета. То есть перепутал свой карман с государственным. И вот Верховная Рада началась с него. Сняли неприкосновенность. А потом приступила к вишеньке на торте. Вот приступили к Надежде Викторовне Савченко. Совершенно фантастическое выступление было Юрия Витальевича Луценко с трибуны Верховной Рады. Я уже в фейсбуке всем порекомендовал это посмотреть, потому что это чистая вода. Просто фантастик. Я его слышал кусочек в утренних каких-то новостях, а что-то он сказал, поразвернуйте, да? Юрий Луценко, да, сказал следующее, что Савченко планировала в Верховной Раде теракт. Она планировала начать с того, что кинуть в депутатские кресла пару гранат. Потом с помощью миномета планировалось обвалить купол Верховной Рады. Серьезно, ты такое говорил, да? Ну вот было. Да, с помощью... Мы смеемся, может быть, это не смешно. Нельзя, это вообще смеется. В общем, соответственно, когда этот купол обвалится, предполагалось, что кто-то еще останется в живых. И тогда живых планировалось добивать из автоматов. И вот Юрий Луценко сказал, как на украинской мове, что у прокуратуры есть по этому поводу беззапоречный доказ. То есть, переводя на русский язык, беззапоречный, ну, в общем, неоспаримые, убедительные такие аргументы, что вот Савченко такое готовила. Причем, даже на первом курсе юридического факультета рассказывают студентам, что никто не может быть признан виновным без решения суда. То есть, когда генеральный прокурор все это рассказывает без решения суда, но это немножко с юридической точки зрения неграмотно. Он про такие доказательства, но по сути то, что он говорит, это уже может быть давлением на будущий суд. Но когда у нас будет суд, непонятно на самом деле, потому что сказали, что с нее же нужно сначала снять неприкосновенность. Сегодня, как я понимаю, я на сто процентов в этом не уверен, потому что у меня еще было две встречи перед эфиром, но, насколько я понимаю, неприкосновенность с нее не сняли. И теперь, в лучшем случае, с нее снимут через пару недель неприкосновенность. В лучшем для Луценко или для народа Украины, с героя Украины снимать неприкосновенность? Это же, Николай, что за лучший случай? Я имею в виду, что наиболее аффиртивно. А, в лучшем? И получается, что сейчас пока что это просто прозвучало, как информационная бомба. То есть, людей просто глаза на лоб полезли. Вот если все-таки генеральная прокуратура как-то докажет все сказанное, то, получается, можно будет считать, что Луценко спас лично мне жизнь, потому что в Верховной Раде мог бы быть я. А тут вы представляете, из миномета по куполу. Да, и вы же там в буфете обычно говорят, да? И там просто может как-то задеть, краем заделывать. И в буфете, и в куларах. Ну, книжный, там прекрасный развал, книжный вы там закупаете. Ну, соответственно, вот если действительно будет доказано, то придется приехать в генеральную прокуратуру к Юрию Витальевичу Луценко и низко поклониться, что он все-таки жизнь спас. Я думаю, что не шутка. Ну, на самом деле, я как человек, который не первый день, не первый год и даже уже, наверное, не первое десятилетие в информационном поле, то понимаю, что, скорее всего, это громкий пшик, который призван отвлечь внимание от чего-то другого. Вот эти громкие заявления, мы сейчас говорим о Савченко, и за кулисами, очевидно, что-то происходит. Что это может быть? Гипотез несколько, начиная от кадровых вопросов. Может быть, еще недостаточно голосов на назначение господина Смолья, главой Национального банка Украины. Еще там размены определенные кадровые, заканчивая еще достаточно малопонятными телодвижениями вокруг украинской трубы нашей ГТС. Там тоже есть информация, что процентов 50 почти контрольный пакет хотят отдать иностранным фирмам практически бесплатно и, соответственно, наверное, за откат. И сейчас вот эта попытка трубу нашу отдать, вот может быть, что-то сейчас происходит под информационным прикрытием террористки Савченко, которая вот сейчас... Я смотрел свежие новости, она уже даже вернулась из допроса из СБУ, вернулась в Верховную Раду, и журналисты у нее спрашивали, есть ли у нее с собой гранаты. И Савченко, соответственно, воздержалась от ответа на этот вопрос. Ну вот террористка Савченко, а за кулисами может быть деребанится труба. И вот, например, партия Батьевщина подавала законопроект против продажи украинской системы ГТС, даже набрали в прошлом году фантастическое количество голосов 430. А все равно вот за кулисами, даже не все депутаты осведомлены, но вот за кулисами возня на эту тему происходит. Если неожиданно выяснится, что труба уже не наша, то достаточно, можно сказать, это будет предсказуемо. Ну и по поводу, опять-таки, все-таки, возвращаясь к Савченко, ее вытянули как ниточку из дела Рубана. Вот когда был задержан Рубан, соответственно, вот от Рубана перешли к Савченко. Теперь с большой вероятностью попытаются за эту ниточку протянуть и партию Батьевщина в целом, потому что Савченко некоторое время назад была депутатом от фракции Батьевщина. Правда, полтора года назад из нее вышло. На данный момент никакого отношения к партии не имеет. Но, тем не менее, исключить такого варианта, что как за ниточку могут попытаться потянуть партию, от которой она выдвигалась, мы не можем. Хотя, в принципе, сейчас тем же успехом можно ее связать даже с действующим президентом, с Петром Алексеевичем Порошенко. Потому что Порошенко, вот когда Савченко сидела в тюрьме еще в российской, теперь, видимо, светит тюрьма украинская, то тогда Порошенко признавался, что он проводил переговоры с Путиным об ее освобождении. Потом за ней был выслан президентский самолет. И потом ей было присвоено звание Героя Украины. Кто вручил? Президент. Опять-таки, президент вручил ей звание Героя Украины. И получается, что? Во-первых, я вот не помню, были ли случаи, когда Героев Украины в тюрьму сажали. Возможно, это будет прецедент. У нас будет первый Герой Украины, который, может быть, попадет в тюрьму. Но, опять-таки, до решения суда мы об этом говорить не можем. Но, по крайней мере, Генеральный прокурор... Вы намекаете на то, что какие-то специальные камеры должны быть для Героев Украины? Нет, я на это не намекаю. Но, опять-таки, если Генеральный прокурор так уверенно сказал, что все доказано, то мы ждем хода прокуратуры. Потому что то, что на данный момент предъявил Юрий Витальевич Луценко, пользователи социальных сетей разразились разве что фотожабами по этому поводу, какими-то шутками, прибаутками, смайликами. То есть люди это не восприняли. А что все-таки предъявит Генеральная прокуратура, чтобы свои вот эти громкие обвинения оправдать? Вот это было бы интересно посмотреть. Но, судя по всему, политической воли нету прямо сейчас судить Савченко, потому что если бы была политическая воля, то, скорее всего, с нее бы сняли неприкосновенность уже сегодня. Так же, как это было с Масичуком. Решили, пришел Генеральный прокурор тогдашний и сняли. Так сейчас, значит, объявили о том, что Савченко – это выдающийся, очень страшный террорист. Тем не менее вопрос с тем, чтобы снять с нее неприкосновенность, перенесли минимум на две недели. Тогда кино показывали с Масичуком, как он взятку брал. А сейчас вроде бы готовится кино из Савченко о том, как она готовила теракт. Вот видите, вы что-то тоже не испуганы, вам похоже смешно скорее. Да, Николай. Но вы, наверное, не ходите в Верховную Раду, поэтому можете не бояться. Не ходим, мы туда в буфет не ходим у нас. Двигаясь дальше, собственно, Савченко – это событие такое, как информповод, достаточно все же яркое, но внутриукраинское. Что еще в Украине сегодня для вас является, кроме этих разговоров, замечательного рассуждения о трубе, настораживающим? Что вас еще настораживает? Во-первых, настораживает заявление Национального банка Украины о том, что выводятся из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5, 10 гривен. 10-то за что? Червончик – это же просто любимая купюра. Что это означает в практическом плане? Во-первых, скорее всего, это означает, что все цены, которые еще были в копейках, предположим, даже газета какая-нибудь стоила 4 гривны 50 копеек. Поскольку, по сути, копейки выводятся из оборота, то явно она будет округлена до 5 гривен. То есть товары, в которых еще фигурировала мелочь в ценнике, ясно, что их округляют в большую сторону. Потом 10 гривен – это будет фактически как мелочь в кармане, то есть, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Плюс Национальный банк уже давно говорит о введении купюры в 1000 гривен. Ну вот все это вместе говорит, к сожалению, о гиперинфляции, что, скорее всего, нас ожидает гиперинфляция, что мы опять возвращаемся в наши замечательные 90-е, когда в 96-м году я, например, стал миллионером, выиграв международный детский шахматный турнир, и мне тогда за это дали 3 миллиона купона карбоваться. Я подозреваю, что после вот этого введения из оборота гривен номиналом до 10 и введением купюры в 1000 гривен, скорее всего, мы все опять станем миллионерами, и вот только, увы, в кавычках. Еще такая информационная тема тоже вызвала беспокойство у юристов. Ее даже можно назвать с некоторым сраказмом похоронной реформой. Вот сегодня, начиная с 15 марта, украинцам лучше вообще не умирать, потому что у родственников будет огромная куча проблем. Теперь похоронить тело можно будет только по решению суда. Суды у нас многие перегружены, и до полгода принимают какие-то решения. Получается, что? Получается, либо надо будет платить взятку, либо тело будет полгода в квартире разлагаться. Поэтому вот сейчас во избежание таких недоразумений лучше вообще не умирать. Но если действительно эта поправка Лазового к Криминально-процессуальному кодексу Украины, если эта поправка не будет в ближайшее время отменена, а такие идеи были, то я думаю, что украинцы единственное, что смогут сделать, это своих умерших родственников приносить вот как раз под купол Верховной Рады и там складывать. Я думаю, вы скажете, как это в духе индуизма, великих традиций, вот когда разные там касты же в Индии, да? Что там с телами делают? Там же просто, во-первых, по ганге отправляют на плотах, где тела сжигают. Ну это в Индии. Ну так сжечь тем более нельзя, если нельзя похоронить, сжечь тем более, потому что это, по сути, уничтожение улики. Поэтому все их снесут под Верховную Раду, благодарны за такое замечательное законодательство. Видимо, все эти тела будут под Верховной Радой лежать. Я думаю, как-то придумаете хотя бы что-то там про холодильники, про какие-то рефрижераторы, про условия хранения тел, а вы сразу же вот сносите к Верховной Раде. Ну а что? У всех есть холодильники соответствующие, чтобы там тело держать. Даже там непонятно, можно ли тело в морге держать. Но если можно, то опять-таки морги будут переполнены. А если холодильник маленький, никогда что делать? Это же получается какой-то следующий этап. Это получается, надо держать с собой на всякий случай специальный большой холодильник. Не-не, ну или же можно тело же как-то и частями, но это, конечно, мы уже фантазируем в духе каких-то этих фильмов ужасов американских, когда вот просто бензопило и там что-то вот было такое. Нет, на самом деле непонятно, почему возникла эта поправка. Я думаю, что вы, как еще юрист, может быть, ответить на этот вопрос. Чем руководствовался этот депутат? Руководствовался теоретически тем, чтобы предотвратить, чтобы было легче расследовать подменное убийство. Ну, если человек умер, а может быть, у него был, допустим, внучек, который хотел, предположим, завладеть жилплощадью. Теоретически бывают же какие-то такие случаи. Время-то, в Украине практически не бывает, но вообще, конечно, в мире бывают. И поэтому, соответственно, этот же внучек, он мог теоретически быстренько похоронить тело и концы в воду. А тут, соответственно, предполагается, что если действительно все-таки человеку какошили родственники, то все-таки больше возможностей для того, чтобы это расследовать и их негодяев все-таки привлечь к ответственности. Это теоретически. А на практике, я думаю, что судьи должны очень сильно поблагодарить за такую поправочку, потому что они, опять-таки, будут откатить и получать за право похоронить родственника. Похоронить по срочному тарифу. Поэтому я думаю, что судейский корпус просто стоя аплодирует, говорит, вот наши... Но возможен расцвет неожиданно достаточно сферы, ведь именно в Украине находится мавзолей Пирогова, где хранят до сих пор тело Пирогова, кажется, в Венеции или в Житомире, наверное, в Венеции. И мы первые, собственно, с мумификацией таких успехов добились. Поэтому, может быть, будет вопрос стоять так, что возродится вот эта старинная какая-то такая способность у людей мумифицировать своих родственников. Ну и так далее. Мы это все шутим, это, конечно, грустно, потому что порой, в самом деле, какие-то законы, поправки принимаются под куполом у нас, да, который вызывает, ну вот, ничего, кроме там, как на Укрлайку вынести эту тему. Продолжим. Что у нас с темой, серьезная еще есть тема? Я бы еще сказал пару слов про Нацбанк. Сейчас вот много, и журналисты спрашивают, говорят, а что с Нацбанком? Смоли, не Смоли? Ну, честно говоря, нету принципиальной разницы в данном случае между Гонтаревой и Смолью. Потому что, так или иначе, и Гонтарева близкое лицо действующего президента, и Смоли близкое лицо действующего президента. То есть, фактически, руководитель Национального банка, президента, его администрация, не меняется. А от того, что у нас была замечательная женщина руководителем Нацбанка, потом она 10 месяцев почему-то была в отпуске, может быть, его уже считать декретным или каким, но, в общем, тем не менее, соответственно, вот ее никак официально не отправят в отставку, но от того, что там будет Смоли, ну, ничего, собственно, это не та проблема, о которой стоит думать, потому что функционал от этого не изменится, это все равно будет стрелочник, который будет указание исполнять из администрации президента. Но, видимо, почему не могут до сих пор ее снять и его назначить, потому что еще есть пару десятков сейчас кресел свободных, начиная там от некоторых министерских кресел и так далее, и хотят это все запихать в пакет. Вот, наши замечательные партнеры по коалиции Народный фронт и блок Петра Порошенко друг другу, мягко говоря, не доверяют. И поэтому они пытаются все вот эти вопросы утрамбовать в один пакет, чтобы сразу всех снять, всех назначить там одним-двумя голосованиями. Поскольку торговаться они никак не могут, то, в общем, имеем то, что имеем, в результате у нас все подвешено. Но вообще-то чиновники в статусе исполняющего обязанности даже выгодны. Украинская власть, там, президенту, премьер-министру, потому что ну, исполняющая обязанность это более управляемая фигура. Вот, госпожа Супрун, она исполняет обязанности уже там где-то год и три месяца. и что, вот, она, соответственно, она, не будучи легитимным министром здравоохранения, не будучи утвержденной Верховной Радой, тем не менее, на свои дела делает. Так, так тоже. Если нет давления общества какого-то большого, то вот так вот дергать за ниточку исполняющего обязанности, ну, вот и сейчас вот то, что Смоли исполняет обязанности главы Назбанка фактически там месяцев десять, но это никого не волнует, исполняет обязанности, но он еще более ручная фигура. Если он будет назначен официально, ну, тоже хорошо, то есть, в принципе, обществу особо не ропщит, ну, так и будет. Поэтому это тоже есть определенная технология. Во-первых, исполняющим обязанности легче назначить. Ту же Супрун фактически назначили Гройсман-Порошенко. Вот назначили и назначили. Верховная Рада ее не утвердила, ну, хорошо с их точки зрения, то есть, как бы, их это не волнует. А провести через Верховную Раду, это нужно, как минимум, потратить деньги, нужно договориться с депутатами или что-то им еще предложить. Деньги жалко, поэтому она так, видимо, она так уйдет в отставку, спастая исполняющей обязанности. Видимо, Супрун уже никогда ее не назначат, потому что она стала очень непопулярной. Ну, и вот по остальным кадровым вопросам идут банальные торги, как на Венецком рынке. торгуются, не торгуются. Как думаете, на выборы президента России в Киеве или в стране у нас какие-то провокации? Могут быть около избирательных участков, где должны быть граждане России, которые хотят проголосовать, находясь за границей именно в Украине? Могут быть провокации, я об этом говорил уже на еще там одном телеканале пару дней назад, на телеканале АТР. Необходимо обеспечить, мы можем там эти выборы в России даже не признавать, допустим. Юридическая есть зацепка, потому что голосуют крымчане на выборах президента Украины, Украина не признает Крым российским и большинство стран мира не признает Крым российским. А какая страна признает хоть одна Крым российским? Ну, Россия признает, но частично там были какие-то заявления. Вы сказали большинство, я думаю, какое же меньшинство эти страны? Подавляющее большинство. Там страны, например, были какие-то заявления, кажется, Абхазии, Южная Осетия, опять-таки. Так это же непризнанные страны сами по себе, то есть? Ну, в общем... Только непризнанные страны или какие-то регионы, области признают то, что признать невозможно. были какие-то отдельные субъекты. Ну, это не мешает кандидату в президенты, президенту России ехать в Крым, да? Это непришает. Да, возможно, там тоже сомнительно признанные, которые вроде как поддержали Россию умеренно, но вот Украина это не признала. Соответственно, мы можем вроде как ставить вопрос о легитимности всех выборов России, если вот в России такая ситуация, что голосует Крым, который мы считаем украинским. Но даже не признавая выборы в целом легитимными в России, вот не признавая их, допустим, хотя там не исключено, что будет такой разрыв между первым и вторым местом, что будет довольно трудно не признать выборы, потому что, ну, скажем так, если бы там был какой-то разрыв небольшой между первым и вторым местом, можно было бы сказать, что оно повлияло. Если там большой будет отрыв, если президент новоизбранный или староизбранный с большим отрывом победит, то нам могут на это ответить, что Крым, собственно, вроде как и не повлиялся. Ну, неважно. Но даже вот не признавая эти выборы, тем не менее, обеспечить голосование в посольстве Российской Федерации, скорее всего, будет голосование Украина, обязан. Украина даже может сделать официальное заявление, что мы не рекомендуем россиянам, живущим там, допустим, в Киеве, голосовать на этих выборах, что вот наша рекомендация не голосовать. Но те, кто все-таки придут, их надо защитить, и с точки зрения международного права это очень важно, потому что если нападение, допустим, на посольство, на консульские какие-то учреждения, то это повод вплоть до объявления войны. Если что-то случается с посольством России, тоже какой-нибудь коктейль молотого туда прилетает или что-то, то теоретически Россия может даже этим воспользоваться для объявления войны полномасштабной. Поэтому провокации не исключены как со стороны украинских националистов, так и другие есть разные варианты, не будем уже их детализировать, скромно промолчим. В общем, задача Украины как субъекта все-таки настолько мощную выставить охрану, чтобы все возможные провокации предотвратить, потому что для имиджа государства это плохо. У нас даже было недавнее заявление с другой стороны, не с востока, а с запада. Венгры заявили, что в связи с тем, что в их консульское учреждение тоже что-то прилетело, они хотят ввести мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. Но получается, что это тоже удар по имиджу Украины, если уже заговорили, что не только там и ситуация на Донбассе, уже на Закарпатье хотят ввести мониторинговую миссию. Поэтому, естественно, страна в каких бы она отношениях не была с соседом, поскольку у нас посольство России, Другой вопрос, что если бы мы посольство России в полном составе выслали. Но это же не было сделано, посольство России у нас работает. Соответственно, раз оно работает, раз оно проводит выборы, то мы, как государство, обязаны эти выборы обеспечить. Тут как бы... Я наслышан или прослышал о ваших все-таки успехах, немалых успехов. На поприще, к сожалению, не удается здесь организовать нам вот прямо в студии Укрлайф какой-то сеанс хотя бы одновременный шахматный игры на многих досках или на одной доске, но вы нам одну доску подарили шахматную с фигурами, конечно. Надеюсь, что вы играете в свободное время. Да, и мы стараемся. И вы одержали победу над, правда, над женщинами, но это не меняет суть дела, которые являются гроссмейстеры, а не чемпионки Украины. Что произошло? Как вы смогли чемпионок так, я бы сказал, но это не обман, это все же по-честному было, да? С чем? Может, как политэксперты их немножко начали поддавливать психологически, вот вы рассказывали, как там на Карпах, Корчной, там все эти, там разное бывало, да? Как вам, как вообще доилили их? Да, примерно 10 дней назад, да, был мемориал известного шахматиста, международного мастера, но очень сильного международного мастера, по нынешним меркам, наверное, он был бы где-то в топ-200 сильнейших в мире. Ефима Лазарева, он долгое время был заместителем главного редактора спортивной газеты. Если вы помните, на украинском она выходила, там, там, в том числе шахматная была колонка постоянная. Вот традиционно проходит мемориал Ефима Лазарева в достаточно оригинальной форме, выставляются разные команды. Поскольку там не было отдельной команды политических консультантов, то я играл за команду журналистов, в частности, с хорошо знакомым нам Виктором Савиновым, он тоже играл, с главным редактором сайта 24 Анатолием Еворским, не знаю, знаете вы его или нет. Ну и Дмитрий Джангиров, он, наверное, должен был тоже. Дмитрий Джангиров, не было Джангирова, потому что он где-то лекции читал, по-моему, в Литве он где-то был, ну, в общем, не было, не было Джангирова. И вот, значит, наша команда играла еще с несколькими командами, там была команда лицея доминанта, собственно, организаторы, ну, по сути, неформальная сборная Киева, то есть там собрали за небольшой гонорар сильнейших гроссмейстеров, потом была команда депутатов Верховной Рады, бывших в основном, нынешние не пришли, команда медиков и команда юристов. И вот от команды доминанта я сыграл с действующей чемпионкой Украины Юлией Асмак, которую я знаю еще с 8-летнего возраста, когда ей 8 лет было. я когда-то преподавал шахматы буквально несколько месяцев в лицей лидер. И она там тогда училась во втором классе, но назвать, конечно, меня там ее тренером невозможно, потому что я просто, по сути, столкнулся на короткий период времени с ней. Но, тем не менее, очень давно ее знаю и удалось ее победить достаточно уверенно. Но я не знаю, то, что вы сказали, что я там как-то поддавливал. Я не уверен, что поддавливал, но я почувствовал, что Юлия Владиславовна как-то некомфортно себя чувствовала, может, потому что она меня действительно с каких-то очень давних времен знает. Конечно, конечно, вы же мало изменились с тех пор. В общем, я почувствовал, что какой-то дискомфорт она испытывает, но, тем не менее... И развили этот дискомфорт в ней, уверенной игрой. партия получилась достаточно интересной. А что там за дебют был? Как это называется? Наверное, как-то красиво. Как это вы избрали? Я разыграл, поскольку мне не удается постоянно за теорией следить, то я разыграл такой дебют с Терлиндийской начала, который хорош тем, что я там точно быстро не проиграю. Там достаточно минимальное количество теории, но потом у нас получилось что-то похожее на голландскую защиту в результате. И я... Моя задача была в начале партии, конечно, запутать, потому что сейчас нынешняя молодежь очень много теории помнит. Я уже столько не помню, потому что я занимаюсь постоянно политикой, соответственно, мне в теоретический спор вступать с Юлией Владиславной было бы самоубийственно, и вот соответственно, я насколько мог от всей теории ушел и потом вскоре достаточно быстро получил в итоге выигранную позицию. Но причем... Это она сдалась, да, Юлия Владиславовна? Ну, она почти мат получила, но потом где-то хода за два до мата она сдалась. Причем она даже в мире по рейтингу сейчас среди женщин 82-я. Она в топ 100 входит в мире. Николай, добрались за этих 100 женщин в мире? Я думаю, что больше играть с ней наверное не стоит, потому что уже шансы выиграть еще раз не очень велики. А Савинов наш замечательный выиграл тоже у женщины или у кого-то выиграл? Не, Савинов достаточно нормально сыграл, он набрал 2,5 из 4, но он, кстати, проиграл партию видимо случайно одной девушке, которая была в форме полицейской. Она тоже она там была видимо женским мастером раньше, сейчас она вот пошла работать в национальную полицию, но она так в общем в форме была и видимо Виктора это смутило, что тут в полицейской форме и ей удалось его обыграть, хотя по уровню игры он понятно намного выше. Ну в общем еще мне удалось обыграть еще интересная была партия еще одна чемпионка Украины, но чемпионка Украины две чемпионки никого не было. но она чемпионка Украины Экс, есть такая Оксана Вазовик, она в 2006 году она стала чемпионкой Украины среди женщин и вскоре она кстати почти бросила играть, причем я ее помню еще с детских турниров, с чемпионатов Украины. И ее тоже вы помните Николаева можно сказать в 8 лет, да? Не, ну она ровесница моя, но я ее помню лет с 12 с чемпионатов Украины вот среди детей до 12, до 14, до 16 лет. Вот я, когда вы выигрывали миллионы в купонах Арбованцах, она же тоже. Я кстати вот не уверен, помнит ли она меня, вот я ее когда увидел, я как-то так что-то вот ей сказал, и по ее лицу я не понял, помнит ли она меня, но не важно. Ну соответственно, потом она практически бросила играть, и она, что интересно, пошла работать в прокуратуру, она сейчас работает в генеральной прокуратуре на должности прокурора по особо важным там экономическим преступлениям, и не так давно ее показывали по телевизору, она пересчитывала какую-то взятку в 5 миллионов. И она так ловко, значит, эти все пачки, вот эти доллары, она так ловко считала, я так с удовольствием посмотрел. Ну в общем, но я вот не знаю, тренируется она сейчас или не тренируется, но в шахматы у нас борьбы особой не получилось, она, да, Она, видимо, Николай, даже фигуру сейчас по-другому видит, вот так вот, как купюры. Хотя она международный кросс-министр среди женщин, как и Юлия Осьмак, хотя она бывшая чемпионка Украины, хотя, как я уже сказал, уже 12-летней давности, в 2006-м она еще далеком выиграла чемпионат Украины, но сейчас она уже ходу на восьмом, она отдала пешку, и потом, ну, как-то так, особо... Вот что с людьми миллионы делают, которые пересчитывают. Ну, в общем, особого сопротивления она не оказала, то есть с ней я с удовольствием готов играть даже и на тысячу долларов, если я с Юлей не стал бы играть на тысячу долларов, то вот с Оксаной я бы поиграл и на деньги, потому что, похоже, что соперник она сейчас достаточно удобный. Игорь, понятно, ваше желание играть со слабыми противниками, со слабым полом, может быть, на деньги, и на этом мы должны закончить, может быть, наше интервью, потому что уже больше нечего добавить тому, что... Еще я добавлю, что из команды депутатов еще удалось обыграть представителя сильного пола, если вы знаете экс-депутат Белоус. Тоже он, как оказалось, он кандидат в мастера, но тоже уже, видимо, не в форме. Так что, да, удалось поиграть в шахматы достаточно неплохо и надеюсь, что мы и на Укр.Лайфе когда-то действительно организуем какой-то подпольный турнир. Спасибо. С нами был Николай Спиридонов, политический эксперт. Спасибо вам. Продолжаем трансляции на Укр.Лайф.ТВ и прощаемся с Николаем.